16 ноября в МИД Абхазии прошла встреча заместителя министра иностранных дел Ираклия Тужба с сопредседателями международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказе. Основной темой консультации являлось обсуждение повестки дня предстоящего 55-го раунда международных женевских дискуссий. Открывая встречу, заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба отметил, что главным вопросом в рамках работы международных женевских дискуссий по-прежнему остается согласование и дальнейшее подписание документа о международных гарантиях неприменения силы. Он подчеркнул, что необходимо активизировать работу в данном вопросе для достижения результата. Специальный представитель ИЭС по вопросам Южного Кавказа Тойву Клар выразил согласие с тем, что тема неприменения силы остается ключевой на международных женевских дискуссиях и крайне важно продвинуться вперед в этом направлении. В ходе консультации с сопредседателями абхазская сторона выразила серьезную озабоченность в связи с усилением военного потенциала Грузии при поддержке США и других стран НАТО. В частности, речь шла об обострении ситуации в экватории Черного моря, куда в конце октября 2021 года вошли военные корабли США. Ирак Литужба призвался председателям обратить пристальное внимание на данные инциденты во избежание эскалации напряженности в регионе. Замминистр подчеркнул, что абхазская сторона будет отслеживать ситуацию и реагировать на подобные действия. Участники встречи с абхазской стороны выступили с новыми предложениями по разблокированию работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты МПРИ в городе Гал. Была также выражена общая заинтересованность в скорейшем начале работы МПРИ как важного компонента женевских дискуссий. В ходе встречи состоялось также обсуждение ряда актуальных гуманитарных вопросов, связанных с медицинским обеспечением, с доступом к международному образованию и свободой передвижения. Проведение очередного 55-го раунда международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 7-8 декабря 2021 года. Продолжение следует...